Танцуй Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok На аппарате Джотто работала камера разработанная как раз в этом институте Панно в вычислительном центре отделения физики Солнца и Солнечной системы института имени Макса Планка Чтобы новые поколения помнили откуда все начиналось Надпись сверху гласит что все, все эти носители использовались в самом институте учеными для хранения данных Сейчас конечно смешно видеть дискету размером с виниловый диск и емкостью 186 килобайт А тогда казалось аж 186 килобайт Среди большого количества других не менее известных специалистам решений и приборов которые дал институт Макса Планка в Линдау современной науке хотелось бы выделить два Первый это действующий проект солнечного стратосферного телескопа А второй За моей спиной находится аппарат розетта да да тот самый который в следующем году будет совершать посадку на поверхность кометы Чурюмово-Герасименко на самом деле это орбитальный модуль а посадочный он сзади вы посмотрите какой размер вот казалось бы сейчас 21 век на дворе миниатюризация электроники техники можно было бы делать эти аппараты и поменьше главная проблема не в электронике главная проблема в размере топливного бака пока до кометы долетишь пока там сделаешь необходимые орбитальные маневры чтобы выйти на стабильную орбиту пока запустишь этот самый лендер пройдет достаточное количество времени потратится достаточное количество топлива так что размеры всех этих аппаратов сейчас определяет не электроника и не наличие каких-то особенно громоздких приборов размер этих аппаратов сейчас определяет размер топливного бака а сам лендер находится за моей спиной его разрабатывала именно это отделение института Макса Планка и то есть этот прибор здесь стоит как раз на оборот ага вот это он тут изображен да то есть это будет это спускается и будет в таком запущенном виде все время когда этот прибор стоит на поверхности а здесь уже очень хорошо указывает и здесь есть этот девайс он да отделение лендера от самой ага от орбитальной станции орбитальной станции да здесь есть камера которая смотрит ага да стереокамера стереокамера да здесь это это по-моему какой-то девайс который измеряет ионы или потоки от ионов или этот какой-то он должен идти этот игол иголка в поверхность и там внутри сидят какие-то там зенторы чтобы этот профиль температуры можно будет мерить этот прибор этот этот трейд а вот это собственно пробу будет брать основная и эти пробы они он достанет пробу и тут с одной стороны есть газ хроматог вот есть камера которая анализирует это не камера это будет это газ хроматограф то есть там есть столь как хроматограф нагреется этот материал и этот газ который уходит ходит в этот очень сложный большой прибор и я даже думаю там может быть даже есть мастер комит внутри но все очень хорошо и 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 вот такой он институт максоплан директор он он и выбора